Все началось вот с этой фотографии. На снимке Мерседес с госномером 578, который в первый день декабря двигался по улице Ибраимова со скоростью 74 км в час. Но превышение это еще полбеды. Выяснилось, что сам номер является подложным. С апреля текущего года его зафиксировали на пяти автомобилях. 2 апреля на Лексусе на пересечении улиц Джибик-Джулу и Абдрахманово. 3 мая уже на Черном Лексусе в районе аэропорта Манас. 23 мая номер заметили на БМВ на пересечении проспекта Чуй-Манаса. А 3 декабря на Тойоте по улице Байтик-Батырос-Юркулова. Но и это не самое интересное. Пользователи соцсетей узнали водителя Мерседеса. Им, по их версии, является председатель ГРС Алмаз Мамбетов. А в женщине на пассажирском сидении они узнали якобы его заместителя. Да, он очень сильно похож. Мне кажется, надо сначала и его тоже найти. Новость об этом самого председателя ГРС настигла накануне в 6 часов вечера. Не ожидал, до сих пор в шоке делится впечатлениями от увиденного Алмаз Мамбетов. Фотографию он изучил. И в это время, а на часах тогда было 16.28, рассказывает чиновник, он был на новоселье у друга в жилмассиве Арчебищик. Мол, есть фото. И подтвердят это 20 свидетелей и его супруга. Вот, честно говоря, я когда увидел это, я тоже был немножко в удивлении. Мы сейчас начали разбираться. Ну, я не знаю, наверное, надо быть камикадзе, наверное, председателем, чтобы так беспредельно ездить. И на таких машинах, и на одним и тем же номером, и спокойно, не боясь, то есть, что это, я считаю, это является очень грубым нарушением. А найти, так сказать, двойника не составит труда, заверил Мамбетов. По камерам того же безопасного города, благодаря которым он и обрел популярность. Другое дело, кто слил этот снимок в интернет. По его словам, все данные хранятся в инфокоме и потом передаются в центр мониторинга МВД. И там и здесь есть доступ к базе. И как оказалось, именно снимок с Мерседесом скачали 17 раз. Причем он даже знает кто. Мы по лого вычислили сейчас. Есть конкретные фамилии сотрудников МВД, которые вытаскивали это все. Я вам даже скажу, что первый раз этот номер искали 25 октября. Потом два раза его искали, этот номер 2 декабря. И 10 раз его вытаскивали 4 декабря. И есть пофамильно, то есть по лого мы можем определить, кто под каким паролем заходил. И под этим паролем есть фамилии сотрудников. Так как его имя смешали в скандал, похоже, не в один заинтересованных, чиновник намерен искать лично. Предложил создать межведомственную комиссию, куда должны войти представители ГРС, Госкомитета информационных технологий, МВД и ГКНБ. Заявление он намерен писать тоже. А что касается машин, то да, признается чиновник. Есть у него несколько железных коней, но не те, которые были распространены в интернете. Как только я устроился на работу, я езжу на служебной машине Toyota Camry. За руль сажусь только по выходным. У меня две личные машины. Mercedes-Benz 221 кузова черного цвета. И там номер не трехзначный, а из четырех. На нем передвигается моя супруга из Chevrolet Avalanche. Но пикап эта машина вообще редко выезжает из гаража. Вот и все. Те пять машин вообще не мои. Кстати, этот номер, что на этих пяти нашумевших машинах в базе данных ГРС не оказался. Это значит, что в жизни его быть не должно. Если только он не в этом контейнере. Здесь находится около ста тонн автомобильных номеров, подлежащих утилизации. Теперь будут искать ветреный номер здесь. Так как, согласно архиву, на уничтожение он был отправлен в прошлом году. И теперь, если номер в этом контейнере не найдут, то ответственный за утилизацию сотрудник будет наказан. Он был в отпуске. Его, кстати, уже отозвали. Номера вот таким образом отсечаются, значит, ГРС приводится в негодность. И вот этого номера считаются уничтоженными и аннулированными. Тот номер на сегодняшний день должен, по моим данным, должен находиться где-то там, внутри, в этот комплект. Для того, чтобы найти нам этот комплект и вам показать, нужно все это вытащить, все это нужно, чтобы просмотреть, перелопатить. То есть в каждой коробке есть по 25 комплектов. Ориентировка на авто с подложными номерами уже объявлена. Как сообщили в ГОБДД, о том, что под одним номером разъезжало в Бишкеке целых 5 машин, они не слышали. Нарушителю грозит штраф в размере 10 тысяч сомов. Однако, если подтвердиться, что за рулем авто был чиновник, в данном случае якобы председатель ГРС, то это уже уголовно наказуемое деяние. Это профильное ведомство, отвечающее за выдачу автомобильных номерных знаков. И уже постфактум. В правительстве сегодня поручили усилить защиту личных данных и пересмотреть регламенты доступа к ним. Как подчеркнул глава Кабмина, вопрос, касающийся того, кто изображен на фотографиях с камер видеофиксации, в сложившейся ситуации отходит на второй план. Эльнора Бекпасарова, Рахаджаны Бекова, Турғани Язов, НТС.